В Саратовской области снизилось количество преступлений коррупционной направленности, но незначительно. Об этом заявили представители Следственного управления Следственного комитета региона в пресс-центре издания Московских Масомолец в Саратове. Участники пресс-конференции подвели итоги работы ведомства за полугодие. Как отметили следователи, в производстве сейчас находится 200 уголовных дел по преступлениям коррупционной направленности. 78 дел направлено в суд, из них 21 возбуждены в отношении 6 депутатов, 7 глав муниципальных образований, 3 адвокатов и 5 членов избирательных комиссий. Общее же количество преступлений выросло более чем на 5%. Стало больше уголовных дел по тяжким и особо тяжким преступлениям. Кроме того, более чем в два раза увеличилось количество дел экстремистской направленности. Из них 8 дошли до суда. Говоря о нагрузке на следователей, в среднем каждый из них передает в суд по 2 дела в месяц. В производстве при этом находится от 3 до 7 дел. По словам представителей ведомства, это вполне привычная нагрузка, которая не является запредельной. Облегчают работу дознания современной технологии, среди которых новейшее криминалистическое оборудование. Например, панорамный 3D-фотоаппарат, который часто и эффективно применяется на месте происшествия или преступления. Вот при помощи этой камеры, там специальный компьютерное обеспечение программы, делается порядка тысячи, полторы тысячи, может быть, две тысячи снимков. И потом, впоследствии, все это при помощи специальной программы сшивается в один. Получается панорама полностью круговая. И на 360 градусов. И впоследствии мы можем уже, если что-то пропустили, буквально на экране компьютера, используя мышку, как в детской игре компьютерной, все-все посмотреть. Мы можем приближать объекты, удалять объекты. Подобные ноу-хау, правда, пока не дали продвинуться в расследовании громких дел в регионе. Необходимые экспертизы назначают в столице. Следователи пояснили, что пока не раскрыто убийство программиста Александра Трекова, которое произошло 22 сентября прошлого года. А также пока не нашли подозреваемого в другом громком убийстве у магазина «Гринхаус» в центре Балакова. Субтитры создавал DimaTorzok